Привет, друзья! Это спецрепредакция. Думаю, многие из вас посмотрели этот нашумевший видос, который на прошлой неделе вызвал большую дискуссию. Ленинградская область осуждённых к обязательным работам отправили косить борщевик. Знающие люди тогда справедливо заметили, что борщевик, его полное название – борщевик сосновского – это крайне опасное растение. Его сок содержит ядовитые вещества, которые при солнечном свете вызывают сильнейшие ожоги. Если вы когда-нибудь ездили на поезде из Москвы в Петербург, то практически всю дорогу и в Тверской, и в Новгородской областях по обеим сторонам от полотна – поля – целые леса борщевика. Многие едут, им нравятся интересные кустики, а на самом деле это реально очень опасный, очень агрессивный сорняк. Вот как выглядит это растение. Оно достигает высоты иногда до четырёх метров. И впервые оно описано в сороковых годах прошлого века на Кавказе. И поначалу борщевик производил прекрасное впечатление. Он неприхотливый, он быстро размножается, не требует никакого ухода, выдерживает заморозки. То есть идеальная кормовая культура. Особенно так казалось в голодное послевоенное время, когда нужно было срочно поднимать сельское хозяйство. За идею зацепились ещё при Сталине, когда борщевик впервые перевезли с Кавказа в северные регионы, где его попытались культивировать. Потом новый всплеск распространения искусственного борщевика был при Хрущёве. Тогда ещё люди не понимали, что фактически это бомба замедленного действия, которая очень быстро выйдет из-под контроля, захватит огромные территории России и будет угрожать всем живым существам вокруг. Сегодняшний репортаж сделал мой давний коллега Павел Лобков. Думаю, он не нуждается в представлении. Мы рады тому факту, что теперь Павел будет сотрудничать с редакцией. Поскольку Павел по первому образованию биолог и ввёл в своё время программу «Растительная жизнь», то эта тема прямо к нему – Павел о борщевике. Я живу в этом дворе уже почти 20 лет. Это сталинский двор, дома 50-х годов. Мой дом – 40-го года. То есть это такой обжитой очень район в районе Триумфальной площади. И с какой-то точки зрения это такой модельный объект, потому что здесь никогда не было борщевика. Здесь местные жители всегда сажали какие-то свои растения. Но вот смотрите, что появилось в этом году. Вот этот годовалый борщевик, он весь покрыт желёзками. Мы эти желёзки видим. Эти желёзки содержат активные фурокумарины – те самые ядовитые вещества, при помощи которых борщевик борется с вредителями. Его никто не ест. Сейчас дождь, я могу вполне его потрогать, потому что в дождь все эти вещества неактивны. Но этот запах характерный, тяжёлый, парфюмерный чувствуется даже сейчас. Я возьму лопату, его выкорчую, но сейчас мы поедем к тем людям, которые занимаются этим уже многие годы. Борщевик коротовского голыми руками не трогаем. Мы избегаем повреждать его целостность, то есть мы его ни жанкаем, ни мнём, чтобы из него не выделялся сок. Когда я куда-нибудь еду и у меня есть время погулять, я первым делом нахожу местных, чтобы они мне показали свой город, свои места, потому что одно дело приезжие, а другое дело глазами жителей смотреть. И когда ко мне приезжают гости, а я живу в Москве всю жизнь, я тоже их с удовольствием вожу по своему любимому городу, потому что многим кажется, что Москва – это спальные районы Кремль, Арбат и ещё может быть сити. Это вообще не так. Сейчас мы находимся на одной из моих любимых московских улиц, она называется Спиридоновка. Здесь всё довольно спокойно и чинно. У меня всегда так было, а я вам сегодня хотел показать три здания, которые очень люблю на Спиридоновке. Это один из моих самых любимых московских особняков. Он сейчас, как видите, на реставрации. Это особняк Морозовый. Он известен тем, что это одна из первых работ тогда ещё молодого архитектора Фёдора Шехтеля, который станет одним из самых маститых авторов стиля, который назовут «Московский модерн». Сейчас это уже много десятков лет дом приёмов МИДа, но всё-таки экскурсию туда водят, и это того стоит. Там внутри прекрасные интерьеры Михаила Врубеля, например. А это ещё одна, возможно, самая знаменитая уже работа Фёдора Шехтеля «Особняк Ребушинского начала XX века». Это шедевр московского модерна. Известен этот дом тем, что здесь в 30-х годах поселили вернувшегося в Советскую Россию Максима Горького. Сюда к нему приезжали советские писатели. Сюда к нему не раз приезжал лично Иосиф Сталин. Здесь была придумана концепция, что писатель – «Инженер душ человеческих». А это один из самых крутых московских храмов. Называется «Большое Вознесение». Архитектор Матвей Казаков. Начало XIX века. Он сгорел в пожаре XII года, потом восстанавливался. Он главным образом известен тем, что здесь в марте 1831 года происходит венчание Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Семья Гончаровой жила вот здесь недалеко, и поэтому свадьба была тут же рядом. По всей России сотни красивых городов. В них тысячи таких жемчужин, как Храм Большого Вознесения. И организовать путешествие куда угодно я советую с приложением One Two Trip. Здесь есть всё, что нужно для поездки. Билеты на самолёт, поезд и автобус, отели и апартаменты, аренда автомобилей и даже организация экскурсий. Все мелочи One Two Trip берёт на себя, а поездки напомнит, на рейс зарегистрирует, а ещё поделится выгодными секретными ценами на отеле. Их тут реально много, особенно если вы часто путешествуете. Постоянные клиенты получают персональные подарки при каждом заказе, доступ к закрытым распродажам и ещё много всяких плюшек. Переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение One Two Trip и путешествуйте удобно, выгодно и с удовольствием. Буквально на пальцах, вот на моих пальцах объясню, как работает яд борщевика. Вот представим, что это молекула ДНК, а вот это нуклеотиды, то есть те самые генетические буквы, которыми записывается наша генетическая информация. Вот это ДНК находится в клетке кожи. Вот яд борщевика проникает сюда, и форма его такая, молекула, что он прямо вот без зазора встаёт между соседними буквами. А дальше клетка кожи начинает размножаться. Представим, что это происходит на свету. Яд борщевика прочно связывается с соседними буквами. И вот идёт фермент, который должен считывать генетическую информацию, делать точную копию молекулы ДНК. И тут он спотыкается, не знает, что ему делать, начинает делать ошибки. И новые клетки получаются бракованными. Иммунная система смотрит на всё это безобразие и говорит, а давайте уничтожим их всех. И присылает толпы киллеров, они так и называются, это Т-киллеры, клетки, специальные клетки убийцы, которые начинают убивать все клетки, содержащие дефектную ДНК. Так и образуется, собственно, пятно, а потом волдырь, то есть это ткань организма, который сам же организм под воздействием яда борщевика и света уничтожает. И это сейчас происходит, думаю, во всех клетках моей кожи, потому что я уже здесь, извините, намазался. Это один из главных символов Кировска и главных арт-объектов. Немногочисленные города, видите, как тут всё расписано. Железнодорожный вокзал, исполненный в таком сталинском классическом стиле, с колоннами, пропилеями. В общем, Сталин с нами, Ленин тоже. Железной дороги, правда, нет здесь, её разобрали на металлолом. Пассажирские поезда сюда больше не ходят, а грузовики ходят вот по параллельной ветке. И как все настоящие большие советские проекты, у проекта «Апатиты» было два главных источника. Первый – это сумасшедший академик-визионер. И второе – это безропотный крестьянский или лагерный масса. Когда академик Ферсман открыл в этих горах месторождение фосфоритов, то есть минералов, которые содержат сырьё для изготовления важных в сельском хозяйстве фосфорных удобрений, решили этот район колонизировать. В 1923-1924 году во времена НЭПа ещё достаточно вегетарианские длинным рублём сюда сманивают оставшихся без земли крестьян. Холодно, голодно, ничего не растёт, поэтому к 1926 году здесь осталось всего 2500 колонистов, такими силами руду не добудешь. Ну и, конечно, на помощь приходит испытанный советский метод. Входит постановление Совета народных комиссаров об использовании труда заключённых в народном хозяйстве. И уже в 1926 году здесь создаётся 6-й лагерный отдел соловецких лагерей. И вот сюда как раз потянулись вереницы заключённых, которые добывали руду. Принятая государственным политуправлением исправительно-трудовая политика была оправдана и раньше в многочисленных трудовых колониях и коммунных ГПУ. И эту систему перековки людей впервые применили так смело, в таком широком объёме. Как вообще борщевик попал сюда? Были разработки в Центральной России, во многих ботанических садах занимались этим. В Сыктывкаре, в частности. Там даже технику придумали для уборки. У них была специальная техника там разработана. Они выращивали для того, чтобы использовать на силос, потому что огромная масса растительная, хорошо силосуется. Ну, в общем, и на Марсе будут яблони цвести. Вот уже же было известно. Вот смотрите, 66-я страница, диссертация 1953 года. Растения содержат эфирные масла. Они придают вам резкий неприятный запах, который усилится при созревании семян. Сильная пахучесть растений часто является причиной непоедаемости их животных. Вот смотрите. В совхозе индустрии коровы под кличкой дипломатка и лепёшка из опытной группы и дворняжка, и роска, и сконтрольный, неохотно ели сено из борщевика, силосы, концентраты. В совхозе Нивский коровы Польша и реклама. Прежде всего поедали силосы из борщевика, а затем другие корма. Как я понимаю, дипломатку и лепёшку расстреляли, а Польше и рекламе дали сталинскую премию. Но уже ведь было понятно, что не жрут. Да. А вот скажите, а как вы застали, какие были вообще отношения к этому растению? Было понятно, что суперсартик? Я уже знала, что предупреждена была, что растение такими свойствами обладает. У нас оно тоже вышло за пределы наших посадок, культурных, с питомника ушло. И были даже такие моменты, что некоторые участки были полностью заняты этим борщевиком. И боролись с ним. Ой, красота какая! Какая красота! Вот оно, расцвет. Какой же это год? Сейчас посмотрим. Вот как раз 1953 год. То есть можно сказать, что Сталин умер. Почему называют месть Сталина? Потому что название может быть неправильное, потому что наибольшее развитие культуры получило при Никите Сергеевичу Хрущёве. Но получилось так, что Сталин умер, оставив после себя в 1953 году вот такое наследие. Это бескрайние поля борщевика. Но вообще это не только Хрущёв. Это вообще вся советская система. Потому что и после революции, коллективизация, и колхозное движение, и индустриализация – это всё было авриальное движение. То есть все хотели массы, и мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Причём за пять минут. Хрущёв действительно, особенно после войны, он действительно хотел… Во-первых, ему было очень жалко русский народ, поскольку он прошёл всю войну. Но вообще он ещё по духу своему был сказочник. Он всё время хотел… Во-первых, он был учеником Сталина, то есть мы всё сделаем авралом. А с другой стороны, он был как крестьянин. Он действительно верил, что вот сейчас какая-то придёт чудо, вот там, я не знаю, бог какой там был, Перун или что-то такое. Они сейчас войдут и всё сделают. И он действительно… Его проекты, они все, конечно, проекты абсолютно сказочные. Вот это чумиза и борщевик. А что это чумиза? Это как какая-то культура, которая не… Она живёт, она приживается только в очень тёплых районах. И борщевик, и всё такое – это всё была как бы идея скатерти-самобранки. Вот мы сейчас сделаем раз, и вот у нас скатерть-самобранка. То же самое был прорыв в космос. То есть мы вдруг, значит, ковёр-самолёт. Вот у нас, посмотрите, есть свой собственный. И вот как раз с хрущёвками это была идея, я не знаю, там, каждому по дворцу. То есть вот как бы он, Ванька сейчас раз, и у него будет дворец. Он вообще был в этом смысле человек очень цельный, несмотря на то, что его называют противоречивым. Если ему что-нибудь, он как собака с костью. Если ему что-нибудь в голову приходило, он уже потом всю жизнь этим занимался. То есть растение сделало такой прыжок с Кавказа на север нашей страны. Там провели испытания. Растение оказалось пригодным для выращивания в очень разных климатических условиях. И после этого было рекомендовано к возделыванию, расселению. Ну а дальше там различные мотивы были. В том числе и, допустим, такой, что Никита Сергеевич Хрущёв обратил внимание на такие силостные культуры новые. Даже написал благодарственные письма тем людям, которые возделывают. Премии различные вручались. То есть это заказ государства, и он был выполнен хорошо. И коровы были сыты. Но нужно было обеспечить кормом скот. И этим кормом этот скот обеспечили. Вот смотри, 1953 год, диссертацию мы смотрим. Они брали у них анализы крови у коров. Результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что скармливание животным силос из врачейка не оказало на них вредного влияния. А вот эта-то работа другая совсем. Это какой год? Это 67-й. То есть прошло 15 лет? Да. Да, 15 лет. Но они здесь занимались как раз тем, что изучали массу, фитомассу. То есть урожай? Да, урожай. И вот показалось, что урожайность незначительная. И вторую, если скосить один раз, то вторую оттого уже не получить. Вторую порцию сена. Да, вторую порцию сена не получить уже. То есть в 67-м году было понятно, что, скорее всего, проект надо закрывать. Да, и в выводах там написано, что отказались. Силосует борщевик обычным способом. Борщевичный силос имеет высокие кормовые достоинства. Содержит 15-17% протеина, много углеводов, витамина. Насколько я знаю, в 50-е, в 60-е годы буквально насильно заставляли колхозы и совхозы, в частности в Белоруссии, рассылали им семена директивно из Министерства сельского хозяйства сеять борщевик, выращивать его. Как это выглядело в 80-м году в Ленинградской области, как я понимаю? Ну, никто насильно не заставлял сеять. Но во многих республиках и территориях Советского Союза были контрольно-семенные станции, на которые посылали семена для проверки и внедрения нового кормового растения. А почему он пользовался, как вы сказали, популярностью? Потому что после войны, Второй мировой войны, нужно было поднимать сельское хозяйство. Нужны были хорошие, мощные кормовые растения. И вот с 47-го года прошлого века эти работы начались во многих точках страны. И все этим занимались добровольно и по государственной программе. 47-й год был безумный совершенно. Что тогда? Тогда практически вымирали люди. Потому что был выбор, что мы будем кормить города, а деревня так и останется. То есть вся идея коллективизации была в том, что нам главное противостоять развивающемуся Западу, уже индустриализированному, а мы сейчас то же самое найдем. Ну, умрут эти крестьяне. Хрущёв выбрал путь крестьян не убить. Скрещивали, получали сорта с низким содержанием фурана и кумаринов, то есть потенциально с пониженной способностью к ожогам. И такие сорта были выведены и использовались. Допустим, в республике Коми такой сорт, как «Успех», сорт «Северянин». Такие сорта были. И что решили с этим делать? Вы же поняли, что вещества остаются, они токсичны. Но в 1947 году об этом ничего не было известно. В то время нужно было обеспечить животных кормами. Прошли годы, прошло очень много лет. Да, ситуация изменилась. И уже той страны, которая это начинала делать, нету. И тех учёных, которые с ними работали, тоже нету. С коронавирусом мы живём больше года. Понятно, что уже все устали, немного расслабились. Но как бы мы этого ни не хотели, стоит признать, прямо сейчас в России идёт третья волна. Десятки тысяч заболевших каждый день, обязательно вакцинация, QR-коды, вот это всё. Поэтому снова нужно задуматься о своей безопасности и не терять полезные привычки. Например, чаще мыть руки и заказывать бесконтактную доставку. Это мы ещё в прошлом году научились. Но если вы ещё не освоили заправки с дистанционной оплатой, то сейчас самое время. Ведь на обычных АЗС риск подхватить вирус очень существенный. Нужно идти в кассу, стоять в очередь, общаться с людьми. Задумайтесь, нужны ли вам такие приключения, если можно заправляться вообще не выходя из машины, благодаря сервису Яндекс.Заправки. Всем привет, меня зовут Никита, и я пользуюсь сервисом Яндекс.Заправки регулярно, потому что это удобно и безопасно. У ребят есть мобильное приложение, а ещё функция можно пользоваться в Яндекс.Картах и навигаторе. Сейчас я вам всё покажу. Открываем приложение, и на карте видим точки АЗС. Что круто, подключённых заправок очень много. Поэтому вы можете выбрать сеть, в которой постоянно заправляетесь, и в которой у вас есть карта лояльности, и продолжать ездить туда. Я предлагаю отправиться вот в эту, и приложение само проложит маршрут. Поехали. Ну а когда приехали, жмём кнопку «Заправиться», выбираем колонку, у нас вторая, выбираем вид топлива, сумму или литраж. Я хочу заправиться на 500 рублей. Оплатить. И тут прям можно оплатить с телефона. И всё. Сейчас к нам подойдёт оператор, и всё сделает за нас. Кстати, Яндекс.Заправки спасут вас не только от коронавируса, но и от плохой погоды. Например, от палящей жары, как сейчас. Сидишь под кондёром, и тебе хорошо. Ну или от проливных дождей, которые тоже иногда случаются. Та-дам! И всё готово. Можем ехать дальше. В общем, мир поменялся. Пора менять и свои привычки. И, кстати, Яндекс.Заправки работают не только в Москве, как вы могли подумать, но и по всей стране. Поэтому скачивайте приложение по ссылке в описании и оставайтесь в безопасности, что бы там ни происходило за окном. Безо всяких QR-кодов. Можно сказать, что прямо в этом доме, где была первая лаборатория, где был дом основателя здешнего ботанического сада, испытательных плантаций Николая Аврорина. И рождался мегапроект по заселению вот этих безжизненных хибинских гор плодовыми, декоративными, съедобными и всякими другими полезными растениями. Что с этим мегапроектом случилось, мы примерно уже видели. Но что удивительно, сын Николая Аврорина гораздо больше знаменит, чем отец. Вместе с Сахаровым он работал над созданием первой советской термоядерной бомбы. Это уже было такое простое решение в споре между сверхдержавами. Тоже советский мегапроект. Потом он с этого проекта свернул, но недалеко. И придумал идею мирных атомных взрывов. Что это такое? Представляете, вы где-то чуть-чуть под землей взрываете атомную, а желательно водородную бомбу. Что вы получаете? Плотины для гидроэлектростанции. Быстро и дёшево. Что вы ещё получаете? Водохранилище. Вы можете получить огромные карьеры. Вы можете в несколько раз повысить интенсивность добычи нефти или газа. Больше сотни таких взрывов было проведено на безлюдных территориях Советского Союза. Идёт отсчёт времени. Осталось пять секунд. Четыре, три, две, одна, ноль. Взрыв выбросил из недр земли более 10 миллионов кубометров грунта. И в конце уже роились идеи, что можно при помощи серии ядерных взрывов перенаправить течение полноводных сибирских рек в засушливые регионы страны, тем самым повысить интенсивность сельского хозяйства, наконец-то накормить советский народ. Но, к счастью, к середине 80-х все эти программы были свёрнуты. Исследования этих проб на радиоактивность показали, что вода искусственных водоёмов, созданных энергией ядерных взрывов, совершенно безопасна для человека. Она вполне пригодна для орошения полей и водопоя скота. На территории Казахстана и Якутии остались целые пятна радиоактивных загрязнений. Ну, а в память о Николае Авролине, о старшем Авролине осталось вот это растение, с которым мы уже знакомы. А дальше начинает работать административно-командная система. Вот он сказал, Куруза, царица полей, и дальше мы пойдём её сеять за полярный круг. И мы как раз это обсуждали дома уже, конечно, не с ним, а потом и с Радой Никитичной, и с Сергеем Никитичем, и с моей мамой. Они говорили, что никогда никто не велел её сеять там. То есть это уже выслуживались аппаратчики. И я с Хрущёва вины не снимаю за это, но то, что как бы система административно-командно-административно-командная, какая-то там наоборот, эта система требует вот эту плановую экономику, когда всё идёт под одну гребёнку, она всё идёт, раз начальник сказал, дальше всё идёт под одну гребёнку. То есть уже к 50-му году В общем, было понятно, что борщевик, во-первых, малосъедобен, во-вторых, не очень урожаен, в-третьих, ядовит для людей, в-четвёртых, агрессивен. И с этим как-то надо было кончать. Но в 50-е годы начался очень важный для борщевика и для нас, для всех процесс. А именно укропнение колхозов. Мелкие артели упразднялись, создавались огромные коммунистические агрохолдинги. При этом только за два года в одной только Ивановской области было потеряно 20% пахотных земель. Туда приходит, естественно, борщевик. Но на этом процесс не закончился, потому что с 60-го по 80-й год идёт процесс так называемой ликвидации неперспективных деревень. То есть мелкие деревеньки становятся безлюдными, крестьяна туда свозят в центральные усадьбы, где они фактически превращаются, как сказал Хрущёв, в пролетариев с хозяйственного труда. Соответственно, земля остаётся без хозяина, и главным бенефициаром всех аграрных советских реформ является именно он, борщевик, потому что природа не терпит пустоты. Он уже покорил не Черноземье, он уже вошёл, как мы видим, в Москву, он уже на поступок к Кремлю. Он хочет прийти туда, чтобы сказать за всё это большое спасибо. Когда всё-таки поняли, что им надо бороться? Перестали считать культурным его в 2012 году, и сорняки записали в 2015. Но это не тот статус, который ему следовало бы придать, как мне кажется. Это инвазионный вид. У нас есть понятие карантинных видов. Это те виды, которые подлежат истреблению, у которых есть потенциал вот этот инвазивный. А борщевик уже реализовал этот потенциал в значительной степени. Он уже широко распространён, его формально нельзя считать карантинным. То есть вот это граница вашего участка, да? Вот забор. А мы обкашиваем, чтобы борщевик не шёл сюда. Потому что он уже и здесь вот... Если бы я не косил, он бы был уже... Да, ну пойдёмте посмотрим, где этот источник и рассадник. А вы обжигались им когда-нибудь, кстати? Жена обжигалась, да. Да? Как это выглядит? Особенно вот, когда он слетёт, к нему даже подходить страшно. Но она вырубала, попала ей на руки. Я вырубала его, и пыльца пошла мне на руки, вот на лицо. И что было? В булгари были на руках. Постараюсь ещё понятнее объяснить, в чём коварство борщевичного яда. Это фотоаппарат старого образца с плёнкой. И вот на плёнке написано «чувствительность» здесь 200 единиц. Плёнка бывает высокочувствительной и низкочувствительной. Чтобы сделать низкочувствительную плёнку высокочувствительной, в эмульсию, вот в эту, добавляют особые вещества, которые называются сенсибилизаторы. То есть они, по сути дела, увеличивают чувствительность, восприимчивость плёнки. Вот представьте себе, что плёнка – это наша кожа, а вот эти сенсибилизаторы – это и есть яд борщевика. То есть солнечные лучи, от которых мы бы даже не загорели, очень мало интенсивности. После воздействия ядом борщевика становятся буквально смертоносными. Дайте-ка мне лопату, я попробую, что такое срубить борщевик. Только аккуратнее, а то это. Но он пока не цветёт ещё обжечься. Ну, не знаю, возможно, потому что сок всегда попадает. А вы знаете человек, которому это принадлежит? Нет. Нет, вот именно. Потому что, видите, он уже набирает цвет, он скоро будет цвести. Вот если бы доцветения его срезать стоит, конечно бы меньше было его. Но он, вон, какие лопухи-то он. Это же ужас сколько. Тут миллионы семян. Это миллионы, вот здесь будет всё везде России пойдёт куда, и деревни всё. Отношение к земле, к такой, которая рожает, стало таким, как бы отодвинулось на какой-то задний план совершенно. Ну, вот засорена земля, и ладно. Вот сейчас проезжаешь по полям, только на Кубани земли ухожены. Там борщевика нет? Там борщевика и не было никогда. А в средней России вот было. Пройдёт месяц, они дадут цветоносцы вот такой высоты. Посмотрите, вот, два раза больше меня. И это будет лес. Вы будете проезжать, как будто вы едете в тоннеле метро. Но мы едем к человеку, который борщевик победил, по крайней мере, на одной отдельно взятой территории. Некоторые мои коллеги утверждают, что я похож на маркиза Карабаса. Леса, поля, луга, пруды, стада. Это всё хорошо, но ведь за каждым борщевиком не набегаешься. Кроме того, он плодится с невероятной скоростью. В одном зонтике, по-моему, несколько десятков тысяч семян. Несколько сотен в одном зонтике, несколько тысяч на одном растении. Главная задача – не разрешить ему отцвести. Почему я сейчас ещё не начинаю работу с борщевиком? Сейчас вылезут из травы цветоносы, которые будут видны за километр. И тогда мы можем к каждому подойти и выделить ему его дозу препарата. Это гербицид. Гербицид. Если в начале цветения сработать гербицидом, то не будет, соответственно, семян на этом растении. А как он вообще попадает? Как он распространяется? Он привозится на колёсах. Самый распространённый путь. А, то есть поэтому вдоль шоссе всегда? Да. И там, где автомобилизация далеко зашла, туда заходит борщевик? Пожалуйста, вот он родной. Жить ему осталось, что называется, два понедельника. Сколько у вас народу ходит с опрыскивателями? Три-четыре человека может ходить с опрыскивателями одновременно. Когда начинается сезон, мы просто разбиваемся на двойке-тройке, рассыпаемся цепью и проходим территорию. Задача – именно цветущие экземпляры. Это можно решить штрафами. Я категорический сторонник драконовских штрафов. Для кого? Для дачников? Для всех. Больше того, должны быть ещё штрафы за недонесение. То есть ты знаешь, что у твоего есть твой участок, есть прилегающие к тебе соседние участки. Как устроена государственная система борьбы? То есть понятно, что в частной территории каждый сам отвечает. А государство что делает? Какие-то тендеры? То, что я видел на сайте госзакупок. Первое направление – это дотация. Потому что с борщевиком бороться – это затратно. И основное количество борщевика произрастает на земле сельхозназначения. Даже те, которые возделываются, условно говоря, вдоль ферм очень много борщевика. И заставлять только палкой невозможно. Нужно ещё и датировать. Поэтому мы датируем сельхозпредприятия, сельхозорганизации. За счёт средств областного бюджета даём им деньги на борьбу с борщевиком. А сколько это в деньгах? В деньгах – это 300 миллионов рублей в год на Московскую область. Это большие деньги. И в завершение ещё одна тема. Надеюсь, что она в этом году в последний раз прозвучит на открытом вопросе правительства. Это борьба с борщевиком. Тоже большое количество обращений от жителей было. Мы приняли целую программу, выделили значительные ресурсы. И сейчас, с ранней весны, нужно провести все необходимые мероприятия, чтобы этот зловредный сорняк уже исчез с территории Подмосковья. Замечательно. Но, если я не ошибаюсь, на этом тендере разыгрывается определённая территория. Рядом, на сельхозке или в лесном фонде остаётся очаг, который не вошёл в тендер. Он благополучно даст семена и засыпет тендерную территорию. Семена борщевика Сосновского лежат в почве до 10 лет. Если бить, то бить надо всё. А второе направление – это административная ответственность в отношении собственников земель. Штрафы? Да, штрафы. А кто отслеживает и как эти штрафы прилетают? Да. Они, конечно, штрафы очень разные. Если в июле лицо, то штраф может достигнуть даже миллиона рублей. За одну штуку? Не за одну штуку, а за произрастание борщевика на массиве. В отношении физиков, физических лиц, граждан, проще говоря, тоже установлен штраф – 5000 рублей. Он вроде бы не такой большой, но всё равно он побуждает граждан. К сожалению, не так он активно применяется. Всего лишь три раза были оштрафованы. Три раза? Да, три раза. Но сейчас у нас борьба с борщевиком к закону дело добровольное. Это на усмотрение региональной администрации. Нет федерального закона, что все должны с ним бороться, поэтому рычагов воздействия никаких нет. Борщевик – это сорняк. Он числится в списке сорняков вместе с одуванчиками, крапивой, лопухами и вот этим всем. Ну, это моя самая дальняя граница, новое поле, поэтому мы сюда пока особо не добирались. Вот очаг. Вон та куртина листьев. Это было плодоношение и не одно. Вот максимум 10 метров то, что отлетело само, где никто не помогал. Вот у него бутон. Не трогайте его руками! Ай, я забыл. Вот у него бутон. Он здесь сидит на этом месте года 4. При концентрации препарата «Ураган» 200 грамм на опрыскиватель у меня за спиной, вот того, что я сделал, достаточно. Вот это трёхлетний сейнец. Ему цвести через год, через два. И ходить по одному месту нужно 15 лет. И тогда мы получим гарантию. Потому что семена здесь будут лежать 10 лет и ждать своего часа. Я вернусь и через месяц, чтобы проверить, что получилось. Слишком хорошая куртина. А когда он здесь появился, можно примерно датировать? И какое событие было ключевым вот в этой инвазии борщевика? Здесь был выпуск скота. И, видимо, сеном занесли сюда семена борщевика с ближайшей фермы. Это какие годы? 90-х? Это конец 80-х, когда ещё колхозное стадо здесь было. Около 150 голов. Но так или иначе коровы его контролировали. Коровы его не ели. Коровы в нормальном состоянии есть борщевик не будут, когда есть другая трава. Здесь прекрасные сенокосы. Это очень хорошая трава. То есть всё это враньё, что коровы, они прямо набрасывались на него, как писали пропагандисты. Поедаемость борщевичного силоса высокая. Даже при суточных нормах 30-40 килограммов животные поедают его почти полностью. Широкое внедрение борщевика сосновского этой ценной кормовой культуры послужит дальнейшему укреплению кормовой базы общественного животноводства. Корову съест борщевик, если ей дадут вместе с сеном. Она просто не разбирает, его схрумкает. А так они его обходят стороной. Коровы не любят высокую траву. Вот такой простой дедовский способ. Около гектара косой можно сделать. Простой механический способ. Вручную. Можно в течение дня вот эту поляну всю убрать. Упустим на неделю, потребуется ещё 10 дней. Сейчас мы косу наточим орудие борьбы и пойдём на бой с супостатом. Вот, кстати, ещё один способ, который мы только что с Фёдором открыли, это давить его, давить уазиком или можно бронетранспортером, потому что цветочные стрелки мы всё равно положили, обескровили. И если такие гонки устраивать ну два раза в сезон, то через 3-4 года мы его изведём полностью. Я увидел, как на моих глазах те места, где никогда не было борщевика и была обычная наша природа, они просто заросли в течение 10-15 лет. И сначала я жил в центре города, и там не было борщевика. В центре какого города? В центре Пскова я жил. А переехал в новостройку на окраине города, и внезапно я оказался окружён борщевиком. Там школа, детский садик, магазин, поле за домом. То есть везде растёт борщевик. Поэтому, ну прежде всего, мы начинаем с карты, потому что если... Я воспринимаю, что битва с борщевиком – это война. А нельзя войну победить, если ты не знаешь, где находится противник. Поэтому приоритетная задача – сделать карту во всех областях, где это возможно. Ну да, вот, собственно, карта. То есть звёздочки такие, одиночные – это одиночные скопления. А вот какая область полностью красная? Что такое окружено? Что это за красная раковая опухоль? Что это за пятно? Это Москва? Ну, вообще Московская область. Просто здесь больше всего отметок, потому что много людей живёт в Московской области. И очень много частных участков, деревень, очень много дорог. Поэтому здесь наибольшая активность. Вот у нас как раз родилась не то что идея, а совместная задача, которую мы поставили. Это и прикладная наука, и общественники вместе попробовать картировать борщевик. И он достаточно распространён. Я даже подготовил карты на основе дистанционного зондирования. Могу даже показать, как это всё выглядит на спутниковых снимках, этот борщевик. И вот, например, в Московской области мы выходим, что около минимум 40 тысяч гектар земель покрыты борщевиком. Это примерно как целый район. Это минимум, потому что мы исходим из тех данных, которые мы используем для картирования. На самом деле, может быть, даже в три раза больше в Московской области. В 18 субъектах Российской Федерации было закрепировано 169 тысяч гектар занятых борщевиком. Из них обработали, это по данным госзакупок, то есть всё вроде как официальная документация, обработано 18 тысяч гектар. То есть на порядок меньше. Я думаю, что к сегодняшнему дню данных о картифировании они всё умножаются. Наверное, есть смысл рассказать преимущества борщевика и всех остальных растений, если позволите. Да. Например, борщевик – это единственное растение, которое заботится о своём потомстве. Он понимает, что дёрн, то есть корни травы могут задушить семена. Что он делает? Он выпускает гербицид из своих корней, условно назовём, который убивает конкурентов. И его бьёт по однодольным, для того, чтобы он двудольный растил. В злаки. Ну, в том числе трава, злаки, да. И чтобы его семена двудольные, им ничего не мешало порасти. Это удивительно растение. Теперь средства опрыски. Мы использовали начали в 2019 году беспилотники для этого. Это очень удобно, потому что он создаёт воздушный поток, который начинает листики борщевика колыхаться. И он попадает всюду, даже в ультрамалом объёме. И у нас убито всё. Мы разработали, обучили нейросети, для того, чтобы использовать космические данные, данные на аэрофотосъёмки и так далее. Вот Московская область, мне кажется, это там the best пример, как власть должна заниматься проблемой борьбы с борщевиком. А здесь не потому, что Кулик хвалит своё болото, потому что мы работаем в Московской области. Но это гиперзатратная история. И первое время все смеялись, даже прямо сказать, издевались. Типа власти нечего делать, они занимаются каким-то борщевиком. А то, что это гигантская проблема для людей, для детей, которые ходят и не знают, что борщевик нельзя трогать, даже для тех же животных, это как бы всем было абсолютно по барабану. Ну а результаты какие-то есть? Вот человек идёт, он идёт с лицом, всё же нельзя закрыть, вот он идёт через эту чащу, прыскает что-то руками, как в 19 веке бензиновый опрыскиватель, и ни одного дрона вашего или вашего мы не увидели. Почему? Давайте цифры скажу. Масовская область в 19-20 году решила, что она будет выделять денежные средства на борьбу с борщиком порядка 20 тысяч рублей за гектар. Себестоимость такой работы даже у нас приблизительно 15 тысяч рублей. То есть у нас был бы чистый заработок. Но поскольку у нас идут аукционы, требования по аукционам никакие и стоимость стендерка упала до 4 тысяч рублей. 4 тысячи рублей за гектар. Ну понятно, да? Но это люди, которые играют в пирамиду. Он сегодня возьмёт 100 гектар – это уже 400 тысяч. Он решит какие-то свои проблемы, потом польёт водой двумя таджиками. Но если во время морозов, допустим, минус 25 градусов, минус 30, снег счистить, и дать возможность промёрзнуть почве до минус 6-7 градусов на глубине, ну примерно пусть там 7-8 сантиметров, то он погибнет. И вот у нас эта операция мороз, так называемая, мороз отлично работает. Но эту технологию надо в полупромышленном масштабе проверить. Вот, взять трактор, почистить. Вот сейчас его полно. Полно! Полно! И вот сейчас люди, бизнесмены, которые могут быть заинтересованы в производстве биоэтанола, естественно, он имеет широкие возможности использования. Ну это топливо, да, вместо бензина, понятно. Значит, это один путь. Второй путь – это получение сахара. Даже пусть он будет в какой-то степени технический сахар сейчас. Это получение целлюлезы, причём очень хорошей целлюлезы, и можно использовать её для давления картона. Бросить вызов борщевику решили в Тверской государственной сельхозакадемии. И тактика этой борьбы весьма оригинальна. Размножение борщевика здесь останавливают с помощью, как это ни парадоксально, микроволновки. И это ещё не всё. Борщевику здесь нашли и применение. Из него гонят спирт. Пока мы проводим пробные эксперименты в получении из борщевика спиртосодержащих жидкостей. Жидкости, которые содержат вода и этанол. Дальнейшая перспектива использования этих жидкостей как добавок к дизельному топливу. В молекуле этанола содержится больше количества кислорода, чем в дизельном топливе его практически нет. И поэтому экологические показатели двигателя улучшаются. Вот цель наша. А этот спирт можно использовать только в таких промышленных целях? Как техническую жидкость точно можно употреблять, а вот как пищевой продукт тут надо ещё исследовать. То есть эксперименты не проводились? Да, никто не желает на себе их проводить пока. Даже тайком на кафедре не проводились. Да, да, да. Потому что это достаточно, на самом деле, борщевик, серьезные ожоги после него получаются. Бывали производственные травмы какие-то? Вот. А, это вот ожог от борщевика, да? Вопрос о технике безопасности. Перчатки не надели просто? Да, перчатки лежали. Я думаю, сейчас по-быстрому успею, но не получилось. Значит, вот брага полученная из корней борщевика. А можно мне понюхать? Да, конечно. Ну, кстати, очень... Если бы я не знал, я бы глотнул число. Чайник на плитку устанавливается. Методика. Вот этот аппарат конструкции тоже взлетает из интернета. Там много таких вот вариантов. Ну, все, процесс заряжен. Можно сказать, что это по сути тот же самогонный аппарат? Абсолютно можно. Это тоже самое. Дистиллятор, самогонный аппарат. Причем самый примитивный. Идея со спиртом, она возникла, так скажем, не из-за того, что задача ставилась, не ставил задачу, задачу реактор поставил, нужно, чтобы не было борщевика. И, соответственно, мы начали искать различные пути. И что это за приспособление такое? Устройство просто-напросто представляет из себя элементы микроволновой и домашней печи, магнетрон, устанавливаемый сверху, преобразователь и непосредственно соединение с напряжением. Служит для удаления поверхностной надземной части борщевика путем нагрева. Все идеи, которые пытались предложить производству, промышленности, не находят должного понимания. Скептицизм везде присутствует. Скептицизм почему? Потому что что это самогонный аппарат, что это микроволновка? Да, примерно такие были отзывы. Но мы не ставили задачу за один год свернуть горы и реки. Потихонечку идем по намеченному пути. Ну вот какая у нас продуктивность. Здесь чуть больше сотки. Мы уже 40 минут, какое количество народу, не покладая лопат. И все равно продуктивность очень маленькая. А он захватывает землю буквально квадратными километрами за месяц. Вот здесь такой детский сад. Здесь на квадратном сантиметре примерно, на квадратном дециметре 10 на 10 сантиметров, примерно раз, два, три, четыре. То есть по одному растению на квадратный сантиметр. А вот если говорить философски, чувствуете ли вы некую личную ответственность за то, что выпустили монстра из клетки? Ну, если бы я отвечал за сельское хозяйство и за использование земли, я бы тогда чувствовал свою ответственность. Сейчас единственное, что я могу, я могу сказать о том, что это растение не завез Хрущев из Америки с кукурузой, что это растение, которое показало, что, ребята, вы не умеете работать на земле. Ложиться? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова